Всем привет, с вами Дина Рай в новом канале, и это мой московский влог. Я нахожусь в Москве уже третий день, наверное. Кажется, да, кажется, третий день после отправления. Вообще, кто не знает, я живу в Петербурге, и это мой влог третьего дня. И сегодня у нас очень непутевый, на самом деле, но интересный день, потому что сейчас уже что-то час дня практически, мы еще даже из отеля не выходили, потому что сегодня у нас экскурсия на Останкинское телевидение. Это телестудия, которая не в башне, а рядом вот эти павильоны, где-то на Первый канал, Россия, все дела. И мы записались на экскурсию. Экскурсия в три часа дня, это очень удобно, это очень разбило нам день. Но сейчас мы выезжаем, доедем до ВДНХ, и оттуда нам и на рельс поедем к Останкино, посмотрим эту экскурсию, а потом поедем обратно на ВДНХ, потому что там проходит выставка Россия. И я вообще хотела в Москву ради нее, чисто, потому что, мне кажется, уже все просто активисты движения первых туда съездили по региональной квоте, а я нет, потому что я учусь в частной школе. В общем, я уже вообще в предвкушении хожу по Москве в этой шапочке с ВДНХ, которые дают там, но сама там еще не была при этом. Короче, все, я очень жду. Сейчас мы выходим и отправляемся. Итак, мы вышли из метро УВДНХ. Посмотрите, уже отсюда видно, мы идем на монорельс. Я, конечно, в предвкушении всего и выставки, и телецентра, но, в общем, сейчас мы, значит, еще минут 20 до монорельсы, наверное. Сейчас мы к нему придем, найдем, где на него садиться, и все, и поедем на этой прелести. Конечно, погодка так себе, поэтому хорошо, что мы не в Останкино, ну, в смысле, не в башню саму. Вот. Отсюда его, кстати, уже видно. Вот там вот ракета, и там башня. У меня капает что-то. Мы уже поднялись на платформу монорельса, вот там ВДНХ. Там что-то вообще построили, какие-то классные штуки. Посередине вот этот проходик, мне уже сказали, что по нему обязательно надо пройти. Вот, ну а там виднеется целебашня, даже не до ее конца, потому что совсем сильные тучи. Вот, ну, в общем, ждем мы на рельс. Там сказали, что он где-то там разворачивается. Он такой коротенький. Осторожно, двери закрываются. Спасибо. 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 Станция Телецентр. Выход к железнодорожной платформе Останкино. Мы вышли. Там было вуз. Мы вышли. В общем, сейчас будем искать, куда нам вообще идти, потому что у нас адрес Академика Корлева, 12, по 17. Вот здесь пока вот этот основной комплекс. В общем, вон 12, там написано вот этот вот, нам настоящий нужен вообще. Это он, легенда просто. Красота, красота. Значит, нам... Блин, мне опять нагло бы что-то капнуло. Вон там вот подъезд 17 написано, нам туда. И у нас еще знаете, сколько времени? Я вам сейчас скажу. У нас на сбору группы еще где-то полчаса, короче. Я не знаю, что мы будем делать полчаса, честно. Мы уже в телестудии. Нам дали вот такие вот бейджики экскурсии. И мы поднимаемся. Всего экскурсия 2 часа по основному павильону. Смотрите, мы находимся рядом за дирекцией первого канала. И здесь студия. Там вон Ургант, как настоящий вообще стоит. Смотрите, это я с Ургантом. Вот так тут костюмерные, походы всякие. Коридоры у них по длине, конечно, вообще балдеть. Смотрите, первый канал. Я на первом. Сделаю так, что сделайте красивые фото на память. Мы в студии большой игры. И много чего еще другого. Вверху там вообще балдеть. Надо по кругу пройти. Посмотрите, как тут красиво. Я хочу немножко пройти вокруг. Нам разрешили походить. В общем, в этой студии снимают много чего. Тут и антифейк, и большая игра, и виде телевидения. Смотрите, здесь очень красиво. Во-первых, прям как в телике. Во-вторых, тут очень много камер дорогих. Тут что-то подмаза в камер. Они стоят 10 миллионов, одна камера. И очень много вот этих вот экранчиков. Я на первом канале. Я в шоке. Честно. Это очень прям нереалистично, на самом деле. Камера повысила килограмм еще стати. А сейчас, конечно, все вот такое. Операторский экран, посмотрите. Мы еще увидели. Так, за кулисье первого канала. Смотрите. Очень много какой-то разной техники. Все такое вообще технологичное здесь. Прям инновационное. На мой вышел. Так все. Техника всякая. Декорация. Передача какие-то прикольные. А, это все репетиция шоппинг-плайс. Мы с вами говорили, по-моему, у них все вот эти вот рядышком. Да, вот здесь вот начать. Я вот тоже везу сейчас шоппинг-плайс. Когда мы все везем. А, вот так, давай, мы рекламировали. Все прекрасно. Мы все на колесе пришли. Ну, да, 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 да. Да, 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 да. Еще какая-то студия. Это студия Матч ТВ. Здесь, посмотрите, вот эти вот крюч-стоечки, где на кнопку нажимают, такие, я отвечаю. Сейчас будем фоткаться, фоткаться. Ну, конечно, не знаю, выглядит все это без подсветки очень мрачно. Но даже вот в большой игре произвезение, впечатление произвело большее. А вот я со стойчкой хочу снова. Прикольно. Кстати, она какая-то слабенькая, прям из пластика она прогибается. Я думала, они прям такие, посмотрите, для этого, для центрального канала могли бы и паучи сделать качественные штаны. Смотрите, вот там висит камера, даже не знаю, видно или нет. Тут все очень темно и очень сливается. Ну, вообще, эти камеры везде, вот там, вот там я вижу. Везде, на каждом углу по кругу расположена камера. Вот там вот висит. Вообще, обалдеть. Вот тут вот тоже стоят наверху. Сверху очень много всяких лампов освещений. Вообще, конечно, мощно. Смотрите, тут есть еще вот эти вот стойки. А, они-то, кстати, нормальные, они получат. А качество. Вот эта машина вообще мощная. Просто. Афигеть. Афигеть. За кулисье мачтовый показан. Смотрите. А там светоператор. Еще эти. Добавляйте. Там что-то очень красивое. Что-то вообще обалдеть. Вы только посмотрите на это. Я без понятия, что это стоит, если честно. Афигеть посложнее будет вопрос, какая программа. Это студия. Закрытый показ с кордоном. Она прям собранная. Вот прям готова к съемке. Вообще, в любой момент. Только диванчики раскрыть. Прикольно, конечно. Как здорово. А-а-а! Здорово! Что там? Мой. Почувствовать козырители. Акозырительские места. Можете подняться, присесть. Кто хочет. Пару минут. Я вам расскажу про студию. Там программа на второй ряд. Можете подняться. А-а-а! Это Малышевый, да? Прикольно. Сейчас расскажем. В студии сейчас просто какой-то хаос, если честно. Потому что Новый год весь отснят. Смотрите. Это кабинет Малышевой. Здесь снимают здоровье. Пусть домой кладут пациентов. Смотрите. Реквизит всякий. Лекарства тут какие-то. Прям вообще. Чувствую себя Малышевой. Смотрите. Баннер. Жить здорово. Столько жить здорово. Реально сейчас Малышевый стону. Мы на программе. Жить здорово. Вот так вот вообще. Обалдеть. Я не понимаю, как здесь можно что-то снять. Со стороны. Эти точки очень красиво выглядят. Вы посмотрите. Закулисная сторона. Там просто. Там куча какого-то мусора. Вообще обалдеть. Я, если честно, не смотрю эту программу. Но знаю, что выглядит она явно не так. Наверху. Пускаются лекарства всякие. Какие-то упаковки. Очень много софтбоксов, софитов со стороны зрителей. Вот там вот. Сюда вот. Зайти как ведущий. К елочке. Прикольно. Слушай, он богат. А теперь за кулисье этой фотозоны. Ну не фото. Видеозоны. Смотрите. Бутылки чего-то алкогольного. Ложки, салфетки какие-то. Водичка. Еще там. Какой-то какой-то стоит. Господи, что-то снимали-то. Посмотреть, что ли. Смотрите, я телезритель. Видно, здорово. Я тут экранчик. Во первом ряду вообще сижу. Вот эти первого ряда меняют постоянно, чтобы было видимо... Смотрите, это запулите для тех, кто не попал на съемки. Первый ряд. Сидит, отвечает на какие-то тестики. Тут планшетик. Весь первый ряд такой. Вообще. Тут безумно много всего. Посмотрите, какие-то таблеточки всякие. Вещи. Пахнет так необычно. Мы спустились в подвал. Это подстудийное пространство студий. Сейчас посмотрим, что здесь. Не выглядит пока как-то дручающе, если честно. Реально как в подвале. Нет. Бог ты мой. Дети в подвале. Дети в подвале снимают. У нас чуть ближе, ближе. А, бал. Посмотрите. Детская сказка просто сейчас здесь не снимают. Это музей. Я пойду на кресло. Я веду вообще. Нет, нет. Ты меня сфоткаешь, я сниму? Боже мой. Какая красота просто. Мама. Ну вот здесь. Иду. Иду. Легендарное место. Легендарное, друзья. Это спокойной ночи, малыши. Я на диване. Потрогала хрюшу. Я потрогала хрюшу. Все, изолировалась. Все. Все. Я в шоке. Я в шоке. Телевизионный технический центр Останкино. Посижу на фоне Останкино. Мы идем. Там студия НТВ Останкино. В общем, пока мы идем в следующий павильон. Вообще он находится через дорогу. Для этого нам надо по подземному переходу перейти. Как мы это сделаем, мы пока не знаем. Идем вниз. Видимо, у них прям переход свой есть, чтобы не одеваться. Здесь прям все красиво разрисовано. Вон нам туда. Смотрите. Тут вот указатель на проспект. Красота какая, бог ты мой. Тут, конечно, красота всякие разные. То, что было на ТВ. Посмотрите, про Олимпиаду. Смертный Магин, весны. Всякие звезды нарисованы. Яролашки там вообще. В мире животных вижу. Растоквашино. Афган. Вот тут вообще что-то миленькое. Ой, Олимпийский мишка. В общем, как вы уже поняли, это и есть подземный переход. Просто из одного павильона в другой. И это очень удобно для работников. Он теплый. Мы идем без курток. То есть просто раз, прошли тут что-то 200 метров. И все. И вы уже в другом павильоне. Смотрите, поле чудес. Якубович вон. Красота. Все очень красиво. Там вон интервью с какой-то стороны. Чего только тут не нарисовано. Русское радио. ОРТ. Кто хочет стать миллионером, там был с этим, с дебом еще. Там Россия 1 нарисована. Смотрите, дом 2. Господи, чего тут только еду. Я вообще. В той стране даже Дисней есть. Хотя, казалось бы. Мама, как-то с ней, я вам еще не знаю. Да? Да. Хоть это тут какие-то ведущие. Тейфи. Удивительные люди. Лучше всех, кстати. Старая еще. А, посмотрите, как красиво. Это все. Это мы закончили, типа, гридор уже. И вот такой красивый здесь конец. Ток-ток. Ну-ка, все вместе. Победа. Вау. Тут вообще вот наши фигуристки. Такие зелая. Смотрите, это музей подарков Якубовича. С поля чудес. Ну, в общем-то так. Я не буду прям останавливаться. Просто, чтобы вы знали, что такое есть. Оно в автором павильоне. Вот, который не тот красивый, а именно серенький через дорогу на, как бы, половине, которая останкинской башни. Итак, на этом наша экскурсия по телецентру прошла к концу. Мне очень понравилось, но я уже бегу-бегу дальше моей на пути к ВДНХ. А вы смотрите мои предыдущие и следующие видео, где я покажу все-все-все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Пока. Пока.